всем привет итак в этом ролике я вам расскажу про одну великолепную партию международного гроссмейстера из саранска чемпиона россии начала нулевых сергея волкова в этой партии он играл белыми против польского гроссмейстера бартоломея сочка рейтинги у них составляли 2 623 у сергея волкова и 2 657 у барташа был сделан ход f3 такой интересный дебютный вариант вклад сергея волкова в теорию этой линии в защите немцовича очень трудно переоценить и мы с вами знакомимся ну просто на мой взгляд с великолепной партией можете проверять ее с компом можете смотреть без компа удовольствие вы получите в любом случае в ответ на f3 у черных куча ходов давайте так вот на вскидку d5 как было в этой партии c5 рокировка конь c6 так статья когда-то в блиц против волкова играл даже побеждал конь h5 b6 d6 это не зевок фигуры потому что на шах конь c6 и d5 не выигрывает фигуру из-за связки коня c3 вот но в этой партии был самый принципиальный ход d5 a3 и слон бьет c3 после слон бьет c3 игра переходит в линии характерные для системы земеша сейчас чаще отступают слон е7 а нет чаще все-таки бьют но слон е7 на высоком уровне популярнее вот магнус карлсон в одной из партий даже слоны 8 сыграл потому что все равно потом играть c5 и слон выйдет на д6 его надо туда ставить и неважно с е7 на д6 идет или сф8 но это такая шутка от магнуса вот конечно слон е7 сильнее чем слон f8 слон бьет c3 bc и здесь основным ходом является c5 неспроста здесь очень много теории после cd основным ходом опять же является конь бьет d5 dc ферзь a5 и здесь очень много линий о которых можно рассказывать ну часами черные сделали очень естественный ход cd теперь самое популярное продолжение дело в том что сейчас отличие от хода c5 после c5 cd конь бьет d5 у белых нет хода например слон d2 потому что просто теряют пешку то есть ход есть а пешки нет преимущество двух слонов конечно определенную компенсацию дает но маловероятно вот после рокировки cd на конь бьет d5 белые вообще могут сыграть е4 это мы кстати проходили с участниками тренинга когда изучали систему земеши и нельзя бить на c3 у нас там сходные позиции получались потому что черные просто теряют коня так а каким образом сейчас я вам скажу чтоб там была другая позиция нет ферзь b3 ну-ка ферзь бьет d4 слон b2 да здесь чуточку иначе они теряют коня но теряют на ферзь е3 шаг последует можно слон е2 можно конь е2 конь на c3 теряется он связан вот то есть белые сразу захватывают центр и черным нехорошо после хода c5 как вы догадываетесь и взятие на d5 е4 пойти уже невозможно из-за конь бьет c3 и черные легко защитят лошадку пешкой кстати 5 партий так развивалось и так рокировка cd здесь раз конем бить нехорошо черные бьют пешкой и задача белок при провести как можно быстрее е2 е4 но немедленно е2 е4 не пойдешь поэтому самый популярный ход и самый логичный е3 белые хотят сыграть вот основная идея белых сыграть слон d3 конь е2 рокировать конь g3 провести е4 конь h5 тоже очень интересный ход черные намекнули что ход f3 ослабил королевский фланг и угрожают выиграть качество путем ферзь h4 шаг и конь g3 конь е2 играть надо теперь выясняется что слон f1 не вышел что с этим делать ну понятно что белые могут сыграть g3 и слон g2 но сергей волков играет энергичнее g4 все партии которые сыграны после именно партии волков сочка белые имеющиеся в базе выиграли за исключением одной в ней черном удалось сделать ничего и так ферзь h4 шаг черные загнали короля в центр и увели коня сейчас естественно ферзь на h4 серьезно мешает белом угрожает ферзь f2 с нападением на е3 на f3 это эту активность ферзя надо нейтрализовывать ферзь е1 напали на ферзя ферзь h6 очень многие здесь играют король d1 но мне нравится код сергея волкова и кстати сам сергей в 2011 году против тогда по моему международного мастера с кроссмейстером 2 510 гаврилова алексея сыграл король d1 и не смог выиграть а потом он поработал над вариантом и нашел ход кони f4 c5 слон d3 белые заканчивают развитие и на естественный ход конь c6 именно на b6 да и в случае конь c6 белые готовы вывести ферзя в центр на же 3 с угрозой же 5 ну кстати ход h4 и на конь c6 нет ферзи 3 еще защищаем коня f4 то есть угрожаем давайте покажу конь c6 ферзи 3 защитили коня от размена на d4 и конь бьет d4 и пригрозили ходом g5 поэтому черные сыграли b6 и выяснилось но здесь в после сильного ответа h4 выяснилось что угрозу g4 g5 не так-то просто отразить g5 черные играть явно не хотят сами там скроется линия h поэтому последовал ход кони fdc вот в этой позиции я рекомендую взять паузу то есть поставить видео на паузу и подумать о как бы сыграли вы просто подумайте посмотрите ферзь на а6 расположен как-то тесновато ему так будем считать что пауза закончилась и так великолепнейший удар слон g6 угрожает немного немало же 4 же 5 с выигрышем ферзя и ответ черных вынужден ажи за что белая отдали фигуру сейчас мы разберемся h5 то есть конечно можно сейчас момент конечно можно было взять на d5 но это явно не то потому что ну черные вернут белым материал с удовольствием закончат развитие ферзь потом выйдет через h5 или если белые проведут h5 окажется станет оказывать давление по диагонали b1 h7 поэтому h5 угрожает тоже и выиграли ферзя дальнейшие ответы черных вынуждены и возникает такая позиция у белых две пешки за фигуру у черных странно расположен ферзи 8 и вообще позиция больше напоминает шахматы фишера то есть как-то очень неестественно стоят короли ну и сергей в таких позициях себя чувствует как рыба в воде то есть смотрите у ферзя же 8 ходов нету и он начинает не торопливо подключать фигуры к атаке ферзь g3 ферзь хочет попасть на d6 и после слон b7 конь бьет d5 уверенно туда попадает если взять слон бьет d5 то после ферзь d6 ладья е7 ферзь бьет d5 неожиданно проблемки с ладьей а8 черные сыграли конь е5 сейчас следующие ходы мне тоже очень нравится gf понятно что нельзя бить ферзем из-за ладья h8 понятно что не хочется бить королем потому что ну в принципе не хочется бить королем тут кстати наверняка просто g6 на король е6 ферзь бьет е5 а на король е8 ферзь f4 поэтому конь бьет f7 ход вынужденный 1 g8 как вот был экспонирован и никакой работы не выполняет так вот он стоит на своем месте ход конца 7 угадать не сложно а после же 6 вот очень хочется забрать ладью на е8 или ладью на 8 влезть ферзем на c7 но мне снова очень нравится решение которое принял сергей он не жертвует такого мощного активного коня за ладью а ограничивает слона b7 и ферзя же 8 то есть вот барьер и спешек и в 3 и 4 и d5 просто убил слона b7 на его 7 взять мы всегда успеем черные пытаются получить контр игру активизируют своих лошадок и но у белых находится время вот смотрите они без фигуры у них всего лишь две пешки за фигуру но настолько мощная позиция в центре что они могут себе позволить неторопливую игру король c2 убрали короля из центра хотим вывести ввести в бой слона на f4 после ладья c8 мы конечно не бьем ладью на е8 уставим коня в центр брать эту лошадь черные не могут так как у них висит теперь конь на f7 и конь на е5 то есть белые выигрывают качество в случае этого поэтому король е7 слон f4 висит конь е5 обратите внимание у ферзя же 8 по-прежнему ни одного хода не подбой конь c4 ну и здесь дело вкуса как выигрывать сергей предпочел просто сдвоить попытаться сдвоить ладьи по линии h ладья h4 такой многоплановый ход тут и ферзь h3 и ладья зайдет на h7 угрожает и ладья h1 с дальнейшим ладья h7 и с поля f4 в каких-то вариантах ладья может проявить активность но конечно ход необязательный можно найти более интересное то есть сергей опять же повторюсь не торопится у черного ферзя нет никаких ходов и на ладья е8 он просто играет а4 убрал пешку из-под боя ферзь е8 но черная наконец-то ферзь черных вошел в бой вот они бы хотели как-то с а4 шахнуть а там уже пешка белая стоит и здесь сергей пошел отнимать материал слон c7 по моему просто блестяще напал на ладью и после конья 3 шах черным настолько тесно настолько неохота играть ладья d7 там наверное даже ферзь f4 достаточно с угрозой ферзь f6 мат что черные взяли в общем ладья бьет d5 и дальше белым надо лишь консолидировать свои силы выяснилось что великолепно стоящая ладья на наш 4 попала в центр не позволив ферзю активизироваться и зайти в наш лагерь на ферзь h8 нашелся ход слон е5 совершенно бессмысленно давать шах на h1 после король b2 ни одного продолжения атаки у черных нет приходится бить на е5 висит конь на d5 и наконец-то белые возвращаются королем на d2 и вводят в бой ладью a1 все на этом партия заканчивается после ферзь h8 ферзь g4 угрожает ферзь b8 шах от ферзь h2 шах белые защитились и после король c8 предложили разменять ферзей ферзь немедленно пройдет если черные съедят на f6 ну и напали на коня c3 после ферзь h4 коня c3 брать нельзя по крайней мере королем из-за ферзь b4 шах но ферзь c6 уверенно мотует то есть великолепный шедевр совершенно отличный от найденный вот в этой позиции и конечно всем рекомендую вот эту партию и повнимательнее присмотреться к защите немцовича сходом f3 все всем спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки и так далее